Я заплакал за Ночь в музее. Ну, может, не прям там уж заплакал, но Ночь в музее это супер грустный фильм. Ой, и не то. Главного героя здесь превратили из мужика, который мечтал и добился своего, в бомжа, который потерял всё. Скорее всего, вы не замечали этого, когда смотрели эти фильмы в детстве. Чего? Речь пойдёт о всей трилогии Ночь в музее, а конкретно мы будем разбирать персонажа Ларри Дейли. Лежал я как-то в новогодний праздник, не знал, чем заняться. Грустненько как-то было на душе, ну и решил посмотреть кинчик какой-нибудь. На ночь в музее наткнулся, ну и подумал, а чё, не смотрел ведь? Сразу зацепил главный герой. В этом персонаже я узнал себя. Он изобретатель, который не доводит свои дела до конца. Я блогер, стример, гэнгстер, который тоже не доводит свои дела до конца. Он изобрёл включатель света от щелчка пальцев вместо хлопка в ладоши. А я посвятил ролик персонажу из фильма на своём канале. Я чувствую это слово с паном-силером! Из-за того, что Ларри не доделывает всё, о чём мечтает до конца, он не реализован в жизни. Денежек не хватает на оплату хаты, ему нужно всё время искать новое жильё, а это создаёт проблемы для встречи с сыном, который живёт с матерью. А мамка нашла себе уже хахаля нового с хатой да бабками. А по ночам, небось, идёт кислые попки, блин, сосать, блин, в крысу. Привет, дорогая! Здорово, вонючий бомж, которого никогда нету денег, да, и, кстати, ты бомж. Я работаю кое над чем, правда, не могу доделать. Тебе нужно оплачивать жильё, иначе ты не сможешь увидеть сына. А мечта? А мечту свою похорони. Ты кусок говна, и чистить будешь говно. Прикинь, сынок, мамка говорит, что чистить, а говно должен. Ну, а факт, тубатя, ну ты вообще ничего не зарабатываешь. Ну, я ж изобретатель, сынок, ну, вот переноску для багета придумал. Может, ты обычный чувак, который должен ходить на работу? Обычный чувак. На работу. Обычный чувак. На работу. Обычный чувак. Ларри пошёл искать работу, и ему нашлась лишь одна вакансия охранникам в музее. Данное заведение костей прадедов уже не пользовалось популярностью, и было решено уволить эти экспонаты и заменить их на одного молодого. Я не буду вам рассказывать про остальных персонажей, так как я вас здесь собрал для того, чтобы поделиться своим горем, а не обзоры на фильмы делать. Скажу лишь, что вот эта скрижаль оживляет все экспонаты, в дальнейших частях ещё и произведения искусств. А вот эти хрустящие сухари хотят украсть скрижаль, так как они тоже уже старые и годятся в ископаемое. Поэтому скрижаль делает их бодрее и энергичнее. Ларри приступает к охране музея, и в первую ночь узнаёт, что тут царит волшебство. Живые динозавры, гуны, желающие порвать по частям, золотой обезьяний дождь. Микромужики, готовые залезть под кожу и разорвать твои органы изнутри. Это я шучу, они не настолько умные, как я. Ну и основной кореш главного героя Теодор Рузвельт. Вот та банда, которая испортит всю жизнь главному герою. Я больше не ногой в этот музей. Не ори на меня, сука. Я больше ногой не сюда, никогда вообще не ступаю, понятно? О, сын, ты что с этим кислым языком, что ли, ходишь? Привет, а моя бывшая весила 0,35 грамма. Пап, я так рад, что ты нашёл работу. Да. Ларри возвращается на работу, изучает историю каждого макета из музея, чтобы наладить с ними контакт. Всё ради сына! В одну из ночей бывшие охранники воруют древний артефакт, запирают нашу семейку в одном из помещений. И у главного героя завязывается такой вот диалог с Рузвельтом. Помогите выбраться. Ну нет, парень. А, баба. Чё за хрень, мужик? Да просто дверь открой и всё. Чё ты, блин, у меня и там в жизни ничего не получается. Помоги, а! Знаешь, слушай, сам ты должен делать всё сам, понимаешь? Ты должен доделывать дела до конца. И тогда ты сможешь достичь того, чего хочется. В общем, бери себя в руки и давай. Доводи до конца. Ларри открывает гробницу, которую все боялись открывать. Оттуда вылазит Фредди. Меркьюри, который там уже много лет как спид. Громкими речами Ларри призывает всех объединиться и наказать воров. У них это получается. Все счастливы, работа имеется. Сын рядом. И небольшая отсылочка на то, что он пользуется своим изобретением в фонарике. Вроде и неплохая история, да, персонажа в первой части. Но потом его эти новые кореша начинают, блин, по кривой дорожке вести всё время. Вторая часть начинается с того, что нам показывают успешного Ларри, который добился того, о чём всегда мечтал. Он стал изобретателем, владеет успешной компанией. Нам намекают на то, что у него стало мало свободного времени, вечные звонки, встречи. Но никогда не показывают, что главный герой чем-то недоволен. В это время наш любимый музей решил обновиться и заменить старые макеты на новые технологии. А всех старичков куда-то в центральный склад всякого музейного барахла увезти решили. Ну и тут Ларри пришёл, взгрустнул, пообещал чё-то придумать, но в итоге ничего придумать не смог. Алё, шеф, макака украла скрижаль, теперь тут весь склад музейный ожил. Всё, спаси нас, иначе меня засунут в очко. Ладно, погнали. Школьник взламывает систему безопасности, чтобы Ларри смог пробраться в главное музейное хранилище Вашингтона. Операция по проникновению проходит успешно. А Ларри не успевает украсть оживляющую реликвию, и перед нами оживают новые злодеи. Египетский дед зла. Иван Грозный. Наполеон. И Аль Капоне. Весь фильм Ларри просто бегает по музею, борется с злодеями, ничего особенного. Переходим к грустному. Вы все гиганты мечтаете нас куда-нибудь засунуть, я знаю всё про вас. Ты тот разок не вспоминай, братан. Я о чём тебе тогда позвонил? Я не хотел, чтобы ты спасал нас, я просто видел, что ты нуждаешься в нас, понимаешь? Что вот этот пиджак, вот эта твоя скучная работа, это всё не для тебя. Мы для тебя. Мы все. Ты скучаешь по нам, бро. Ээээ, наверное. Да, с Илари в ловушке, блин. То есть во второй части все начали ему давить на жалость. Типа, да в тебе души нету, братан, чё за костюмчик? Чё ты вообще там работаешь? Времени на нас вообще нету. А ты ведь хочешь с нами быть, я прям вижу это. Ларька соглашается с кентами, но он ведь привык к ним и любит. Продал всю свою компанию, выкупил всех корешей и заселил назад в музей. А сам устроился опять охранником. А, ну и экспонатом теперь можно по ночам тусоваться в открытую перед людьми. Ну, якобы технологии. Это был первый звоночек, что Ларри бурочучик. Ларри снова на работе, его повысили. Теперь концерты мутит парень, стареет лысина. Артефакт гниет, пацаны тупеют. И на первом же спектакле манекены людей имеют. Отрывай, будь член, братан, давай, сиди сильнее, этот хер будет мой. Ларри и компания отправляются в другой музей чинить артефакт. Там Фредди воссоединяется со своей семьей и они избавляют всех от этого проклятия. Ну и из-за того, что египтяне воссоединились спустя тысячи лет, они решили оставить скрижаль в другом музее. Ну то есть в своем. Грустно, так как наши чувачки остались без магии и не смогут больше ожить. Ларри уволился с работы, так как все произошедшее вначале он взял на себя. КОНЕЦ. А, ну и после увольнения Ларри охранница другого музея договорилась с директором нашего музея на такие коллабы, чтобы и те, и те могли вместе тусоваться. А Ларри, короче, стоит и смотрит на это на улице. Вот так вот, хэппи-энд. Сами фильмы ничего такие, вечерком подборщик на Армаз. Я просто что хочу сказать, мечтайте, вы царапывайте из души, вы шкрябывайте свои мечты и воплощайте их. Ставь обязательно лайк, а также если хочешь поддержать выход видео финансово как-то, да, то ссылочка на Бусти будет в описании. Также на Бусти есть эксклюзивный контент, видосики, всякие реакции. Всех обнимаю, идите к своей цели и удачи.